Сеженье глядит в полуночь и вожен раме Божьи, обрящих дяща. Для христианина тема внимания к своей внутренней жизни всегда актуальна. И ей мы посвятили несколько уроков в нашей школе покаяния. Эти уроки мы проводили, опираясь на статью святителя Игнатия Брянчанинова «Чен внимание себе для живущего посреди мира». Хотя на эту тему святитель немало написал и в других своих произведениях. Так, в статье о рассеянной и внимательной жизни он говорит о том, что святые отцы признают рассеянность началом всех зол, а один из них, изведав опытом пользу внимания и вред рассеянности, сказал так. Без усиленной бдительности над собой, то есть без внимания, невозможно успеть ни в одной добродетели. И мы на наших уроках пытаемся выяснить, как сохранять внимание в течение всего дня. Благодаря святителю Игнатию у нас уже есть представление о том, какими делами, словами, помышлениями можно наполнять этот день, с чего он должен начинаться и чем заканчиваться. Хотя ясно чем? Вечерним молитвенным правилам, в котором мы не только благодарим Бога за прошедший день, но и просим, чтобы Господь простил нам наши грехи, сохранил нас ночью от всякого зла, чтобы ночное время прошло для нас мирно, спокойно, и мы могли бы отдохнуть и восстановить свои силы. И потому сегодня мы решили поговорить о ночи христианина и о том, что порой делают эту самую ночь не временем отдыха, а временем страданий и волнений, когда человеку не спится или когда его мучают тревожные сновидения. Душевная жизнь человека во сне не прекращается, и это объяснимо. Как может прекратиться то, что по замыслу Божьему бессмертно? А душа создана именно такой. Да, во сне у человека прекращается сознательная деятельность, но жизнь души при этом продолжается. Просто она приобретает другие формы, и подтверждением тому являются наши сны, порой забавные, порой и страшные. Но нужно ли на них обращать то самое внимание, о котором мы так подробно говорили на наших предыдущих уроках? У святителя Игнатия есть по поводу снов совершенно четкие определения. В принципе, потом можно будет и взять оттуда. Но самый главный принцип, особенно, мне кажется, актуальный в наше время, когда христианами очень себя часто называют люди, которые или занимались оккультной практикой, или продолжают, к сожалению, заниматься, не зная, что это противоречит христианской вере и истине Христовой, они продолжают доверять снам и к снам относиться очень внимательно. Да, мы в священном описании видим примеры, когда именно во сне Господь свою волю совершенно четко определяет какому-либо праведнику, или в исключительных случаях человеку какому-то, то про нас мы должны с вами, на мой взгляд, прямо определиться твердо, что пророчествовать нам в снах нет никакой необходимости, потому что вся истина, она уже определена в Евангелии, растолкована Церковью, Святыми Отцами. О чем пророчествовать? О чем сны? Какие могут быть какие-то чудесные там сны? Зачем они нам нужны? При нашей такой слабости и соблазнах уклониться от истины, допустим. Поэтому предлагается так относиться к снам, как действительно к деятельности непонятной, но к деятельности нашей души. И когда человек спит, понятно, что внимания у него нет к тому, что он смотрит, наблюдает, вернее, что переживает, потому что даже чувства включаются, и мы просыпаемся часто от каких-то снов и в ужасе, или с ощущением духовно-душевного сквернения, если там какая-то мерзость присоединилась к человеку. Откуда они берутся, эти ужасы и мерзости? Понятно, что от бесов. Это было понятно всем Святым Отцам, и многие из них, обращаясь к вопросу о сновидениях, говорили, что снам доверять нельзя. И святитель Игнатий в одноименной статье поясняет, почему этого делать нельзя. Он пишет, демона употребляют для возмущения и повреждения душ человеческих сновидения. Также и сами неопытные христиане, обращая внимание на свои сны, вредят себе. Во время сна состояние человека устроено Богом так, что весь человек находится в полном отдохновении. Это отдохновение так полно, что человек в этот период теряет сознание своего существования, приходит в самозабвение, и всякая его деятельность, происходящая под управлением разума и воли, прекращается. В человеке пребывает лишь та деятельность, которая необходима для его существования, и не может быть отделена от него. В его теле кровь совершает свое движение, желудок варит пищу, легкие кожа дышат, в душе продолжают рождаться мысли, мечтания, чувствования, но уже по действию бессознательного естества. Из этой деятельности души и составляется сновидение, пишет святитель. Иногда оно носит на себе несвязанный отпечаток произвольных размышлений и мечтаний, а иногда бывает последствием нравственного настроения. Но само по себе оно не может и не должно иметь никакого значения. Однако демоны, имея доступ к душам нашим во время бодрствования нашего, имеют его и во время сна. И тогда они искушают нас грехом, примешивая к нашему мечтанию, свое мечтание, поясняет святитель Игнатий, именно для того, чтобы употребить сновидение для возмущения и повреждения человеческих душ. А мы, не зная этого, удивляемся, откуда берутся порой эти ночные ужасы, тревоги или просто фантазии. Понятно, что от бесов. И понятно, что это отчасти, это наследие дня, то, как мы прожили, если мы оплакали или не оплакали свои грехи в молитве и в раскаянии, что мы понаблюдали перед своим сном, о чем помечтал человек. И потом, не все же в нашей жизни так все зависит буквально, что сегодня я ничего не смотрел, а мне приснился какой-то боевик. Ну, извините меня, я позавчера смотрел боевик. То есть лукавым уже нетрудно из нашего ума, из нашей головы, где весь всякий мусор может быть набросан, поднять то, что может не повредить, особенно сейчас. Вот, поэтому мы, мне кажется, должны относиться очень строго к тому, что нам приснилось, но в плане, что строго не принимать, чтобы не обмануться. Потому что лукавым очень легко, пользуясь склонностью нашей к тщеславию, к гордости, очень легко нам что-то такое, напустить туману нам в голову во время сна, о якобы каких-то особых состояниях, о каких-то особых пророчествах, для того, чтобы мы соблазнились, приняли это и отошли от истины, от Христа. Надо очень сильно этого бояться. Святитель Игнатий поясняет, как только бесы замечают, что мы ко снам проявляем интерес, они стараются придать им большую занимательность, и в нас стремятся возбудить еще большее внимание к этим бредням, чтобы у нас появилось еще больше доверия к сновидениям. Однако такое доверие, предупреждает святитель, всегда сопряжено с самомнением, которое, в свою очередь, искажает наш взгляд на самих себя, делает его ложным, отчего вся наша деятельность лишается правильности. А этого-то демонам и надо, заключает святитель. А святой Иоанн Лествичник на примере монашеской жизни так говорит об участии злых духов в сновидениях. «Когда мы, оставив ради Господа дома домашних, предаем себя странничеству, тогда бесы мстят нам за это. Они возмущают нас сновидениями, в которых мы видим наших родственников рыдающими или умирающими, убирающими, или брошенными в заточение, или подвергающимися напастьям. Но тот, кто верит снам, подобен человеку, бегущему за своей тенью, чтобы поймать ее. Также бесы через сновидения пытаются обольстить человека пророчествами, видениями, обещаниями. Но если мы им поверим в сновидениях, то они начнут издеваться над нами на его. А потому, пишет святой Иоанн Лествичник, верующий снам вполне не искусен, а не верующий никакому сну, истинно любомудр и добавляет. Можно доверять только тем снам, которые возвещают нам муку и суд. Но если и от них в душе появляется отчаяние, то и такие сны от бесов. Свидетель Игнатий предупреждает, в нашем состоянии, еще не обновленном благодатью, мы не способны видеть иных сновидений, кроме составляемых бредом души и наветом демонов. И если мы против своей воли оказываемся втянутыми в откровенно греховные или просто тяжелые и тревожные сновидения, то на них обращать внимание не стоит. Это внимание следует обращать навстречу грядущему дню, жизни вечной. И потому святитель завершает свою статью такими словами. Если тело наше восстает от сна, то оно непременно воскреснет и из мертвых. Субтитры создавал DimaTorzok Святые Отцы не обходили тему сновидений в своих поучениях, поскольку правильное отношение к ним для любого спасающегося человека необходимо, как и правильное отношение к пище, болезням, труду. А потому в святоотеческом наследии мы находим вполне конкретные советы, как подвижнику надлежит не только проводить свой день, но и как готовиться ко сну, чтобы и в ночное время избежать духовного вреда. Но что делать человеку, которому просто не спится, или тому, кто страдает от хронической бессонницы? На что в это время важно направлять свое внимание? Вот это время тоже можно было посвятить молитве. Не мечтательности, действительно, не вспоминаниям о том, как прошел у тебя день, никуда тебя чем обидел, чем ответить на завтрашний день, и отомстить, да? А все-таки попробовать начать молиться. Потому что этого духовного дела от нас никто отнять не может. Тем более ночь, получается, никто нам не мешает просто продолжать молиться умом. это может быть или Иисусова молитва, или молитва мытарь, или какая-то другая молитвка коротенькая. Просто молиться пока не уснешь. Почему так подробно там остановился? Потому что бывают часто вопросы такого характера, а можно ли молиться лежа, допустим? Или для этого нужно обязательно встать, одеться, затеплили лампадку, и потом только молиться. Все-таки молитва, она не ограничена с правилом молитвенным, как мы говорили с вами, утренним или вечерним. Молитва вообще, по идее, в идеальном, если дне брать, у идеального христианина, если такого бы было вообще, она бы занимала у него все время дня, когда он бодрствует. Поэтому, когда человек лег в постель, никто не запрещает ему молиться. И тут не будет никакого момента неблагоговения, потому что это не богослужение. Мы во время богослужения, естественно, не ложимся. Никуда, да? А именно это частное моление такое, которое можно совершать везде, как мы говорили с вами, независимо от места и занятия человеком. Если он занимается не чем-то греховым, конечно. А когда человек лежит и уже перед сном, у него какие-то минуты, может быть, у кого-то, у кого-то побольше, если он помолится, то будет очень хорошо. Это будет очередная настройка, да? И покаяние за прошлое, про прошлое время и прошедший день. Ну, конечно же, вот борьба с этой мечтательностью. То есть молиться и не смущаться, что ты не крестишься или что сестры без платочка лежат, спят, или без какого-то такого обряда внешнего вида, скажем, обустройства этой молитвы. То есть в этом случае можно молиться про себя, в уме своем. В жизнеописании святителя Игнатия приводятся случаи, когда он проводил в молитве ночи напролет, совсем без сна, и опытно познавал, как молитва способна оживлять сердце, питать и бодрить душу. И этот аскетический опыт он также излагает в своих творениях, дополняя и подтверждая его святоотеческими текстами. А для нас такой опыт как недостижим, так и поучителен. Да, сами мы не в состоянии молиться всю ночь, но знать о том, как может внимательная молитва укреплять подвижника, полезно. Молитва уже приобретала такую силу, такую силу, что ему спать не хотелось. Не потому, что они расшалились с детьми в мезонине или там по саду своему известному из его произведений. А потому, что так молитва захватывала сердце будущего святителя Игнатия, что он еще, будучи юным, уже узнал плоды этой молитвы. Что это значит, когда человек может лежать действительно на кровати, но мы веки только описательно можем это дело узнать. Мы не знаем его практически, что значит. Человек может всю ночь промолиться и быть бодрым и свежим и трудиться, учиться потом целый день. Но он описывает, и его братья описывают, его родственники описывают ближайшее, что были с ним такие моменты, когда он мог просто лежать как бы на кровати, как бы внешне казалось, что он спит, естественно, тишина была в комнате. Но молился и молитвы перед Богом бредствия. Такое качество молитвы, которое мы, наверное, еще не знаем. Судить о том, какой была молитва у подвижников, мы можем лишь отчасти, по описаниям, приводимым в святоотеческих текстах или в житиях святых. Да и то, мера нашего понимания такой молитвы не глубока. Как нельзя на перстком вычерпать море, так и человеку, ум которого пока не просвещен, а сердце не очищено от страстей, невозможно понять молитвенный подвиг святых. Что согревало, к примеру, блаженную Ксению Петербургскую, когда она в студенные и сырые ночи ходила по улицам города, одетая лишь в кофту, юбку да туфли на босу ногу. Ее согревала молитва. Но как может духовное делание физически греть человека? Непонятно. А ведь молитва способна не только согревать человека, она дарует подвижнику такую бодрость, что тот может подолгу обходиться без сна или спать совсем немножко. Так молилась по ночам и не спала блаженная Ксения. А еще молитва способна питать подвижника да так, что он будет обходиться минимумом пищи, обычной или даже не вполне обычной. Так батюшка Серафим пытался в пустыньке травой с нытью, а преподобная Мария Египетская в пустыне вкушала коренье. И в основе их подвигов лежало то самое внимание, которое является душой молитвы. Святитель Игнатий пишет о нем так. Общее правило для всех занимающихся молитвой это заключать ум в слова молитвы, то есть молиться со вниманием. Без этого молитва мертва и не имеет никакого значения. И нам важно не просто помнить об этом, но и выполнять советы Святителя Игнатия, то есть быть внимательными к своей внутренней жизни. Вот если мы со вниманием будем относиться к какому-либо делу, ну, обыкновенному нашему жесткому делу со вниманием, неужели оно не начнет получаться. Вот представьте, что человек со вниманием относится к своему огороду, садит, что нужно, внимательно, следит, как растет, вовремя вносит удобрения или вовремя полит, вовремя поливает. Это же тоже качество внимания, не просто ткнул там что-то и потом ждешь плодов, а это ежедневный труд получается. Понятно, что он через пару месяцев уже приносит свои плоды. И внимательная жизнь, она тоже, мне кажется, должны правильно понимать, что это не дело каких-то десятилетий, что если человек даже сейчас начнет быть внимательным к себе, даже пройдет какое-то время, он уже лучше начинает замечать грехи. он уже лучше начинает относиться к своей духовной жизни, подготовке к таинствам, это не может не принести плоды. Но это не универсальный конечно же рецепт такой, понятно, что у каждого человека своя обстановка, свою жизнь, свой багаж страстей каких-то может быть, но то, что это приносит плоды, когда человек терпеливо трудится в течение нескольких лет, это точно можно по прихожанам посмотреть, увидеть. А еще отец Андрей, опираясь на опыт приходской работы, советует ученикам телевизионной школы покаяния относиться к этим урокам не как к неким схематизированным занятиям, слушать которые скучно и выполнять которые нудно. Такому впечатлению поддаваться ни в коем случае нельзя. страсть и уныние она может сказать вот скучный день. У меня есть пример один моего знакомого в семье и знакомых родственников можно сказать дальних очень разные люди вот супруга и муж вот супруга она человек такой спокойный она говорит главное просто жить вот под этим просто жить развивает много она вкладывает в смысл и стабильность какую-то и труд внимания друг к другу а муж он другой он говорит просто его просто жить раздражает это слово просто жить он говорит надо жить ярко а ярко жить не получается все равно вот он очень мучается сам и получается мучается мучает свою супругу которая другого настроя получается и вот любые разговоры в семье про режим допустим да про какое-то однообразие каких-то важных дел которые нужно повторять изо дня в день его выводят очень из себя и он делится тем что таким впечатлениями что это привносит скупу в его жизнь но мы должны с вами понимать что это как раз не образец для подражания ну да у него сегодня яркая жизнь он там устроил себе праздник а на следующий день у него болит голова от этого праздника и кому-то довольно легче это просто плен мы должны понимать что это это признаки нашей поврежденности что нам нужны праздники каждый день так так не бывает вообще-то в жизни но уныние страсть уныние она рисует жизнь христианина такой однобранный мрачный какое-то такое сухой невкусный хочется праздника вот если бы мы с вами были внимательны то внимание оно и молитва оно они давали бы человеку ощущение полноты пусть не сразу конечно же мы со своими привычками приходим к вере и в церковь но со временем у человека отпадают как знаете засохшие корки от раны когда рана уже зажила эта корка уже не нужна так же потихонечку отваливаются вот эти впечатления об этой якобы яркой жизни когда человек уже действительно стремится к стабильности потому что он в ней в этой духовной стабильности получает полноту жизни наоборот не иллюзорность не вот эти какие-то прекрасные такие якобы этой жизни а реальную полноту он ее чувствует он ее не ищет вовне он ее чувствует в себе вот так вот делятся люди и почему-то мне хочется им верить потому что по их жизни так и получается а когда мы просто жить нас это раздражает вот там страдания день праздник три мучения вот мы и познакомились со статьей чем внимание себе для живущего посреди мира мы не только прочли ее но и попытались разобраться в том как именно нам следует исправлять свою жизнь по советам святителя Игнатия чтобы от теории перейти к практике христианской жизни к личным эскетическим опытам к упражнениям о Господе а упражнения эти можно и должно делать не просто каждый день но и многократно в течение дня главное выполнять их с усиленным вниманием иначе невозможно преуспеть добродетели этими словами заканчивается данная статья и дай бог чтобы ими же начинались пусть маленькие но перемены в нашей жизни в каждом проживаемом нами дне чтобы каждый наш день хоть понемногу но приближал нас к тому идеалу который показал нам святитель мы уже говорили о том что часто не воспринимаем всерьез каждое мгновение нашей жизни живем то прошлым то будущим мечтаем что когда-нибудь у нас начнется настоящая духовная жизнь для этого у нас появятся очень удобные условия когда и молиться и поститься и каяться и служить ближним мы начнем по-настоящему не так как сейчас изменить такое неправильное свое устроение нам необходимо и возможно если мы будем помнить слова святителя Игнатия душа всех упражнений о господи внимание или будем помнить слова спасителя смотрите же за собой бодрствуйте и молитесь да сподобитесь избежать всех будущих бедствий и предстать пред сыном человеческим свят 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 если Боже Богородицею помилуй нас свят 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 свят